стоит себе одиноко качаясь да друзья разверзли с небеса я наконец решил показать вам мой самый любимый фильтр без преувеличения так говорю но для начала давайте послушаем да на самом деле мне пришлось добавить неимоверно много звука для того чтобы хоть что-то ушами вы могли поймать потому что фильтр неимоверно тихий но я об этом еще чуть позже расскажу и вы наверное думаете сейчас выкатится красная дорожка лепестки цветов и снизойдет вас порхнет сюда подсвеченный всяческими магическими цветами фильтр но нет это обычный китайский фильтр ничего с виду приметного в нем нет глазу не за что зацепиться он черный черный из отработанного пластика у него в принципе уже сейчас по внешнему виду шнур не такое чтобы прям в одной комнате включил и где-то на улице запитал нет друзья нет 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 но для начала сама упаковка на самом деле этот фильтр я покупал довольно таки уже много 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 лет прошло и он до сих пор безукоризненно служит мне да сам упаковочный материал он ничем принципе не примечательный ничего на русском языке здесь вы не найдете абсолютно вообще ничего максимум что можно увидеть знакомого это какие-то английские каракули это какой-то информации здесь вообще то есть вообще и минимум есть картинка из которой я кстати спустя энное количество туалет узнал что все-таки должно быть две губки в моем фильтре а она там одна была здесь указана какая-то характеристика а кстати на русском языке единственное предложение что это 880 литров в час у фестерилизатор встроен внутри даже цена какая-то ну вы там сами прекрасно видели ее есть да это не самый дешевый фильтр тем более что китайский тем более друзья что соба это как лапша вроде есть такая гречневая соба и кстати я попытался по qr-коду перейти меня выкинуло на newsoba.com сайт и ничего дальше не произошло но почему-то почему-то есть какие-то перекликающиеся моменты с фирмой barbus но фирма особо она вот-вот прям китайский китай а фирма barbus это отечественный бренд по крайней мере фирма barbus еще существует и всюду где есть какое-то оборудование barbus оно через слэш то есть через палочку наклонную палоньку оно пишется что соба то есть все маркировки у барбуса все позиции но не все позиции барбусовские они и особо аналогичны то есть вот 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 прям вот такое же поэтому возможно это воспрянувший из пепла бренд соба обрел себе новую жизнь лице фирмы barbus но не суть в том что сейчас такой фильтр вряд ли вообще можно найти он с ультрафиолетовой лампой друзья внешне как я уже сказал ничего здесь необычного нет сама упаковка это трехслойный гофрокартон который худо-бедно выдержал удары судьбы внутри нету никакой инструкции максимум что там лежал этот пакетик и возможно силиконовый шланг я не помню потому что на самом деле я очень 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 давно покупал и именно покупал из-за того что в нем есть ультрафиолет причем друзья это не тот вот ультрафиолет новомодный весь такой тюти-пути гламурные светодиодные там 05 вата нет друзья это прям что ни на есть настоящий ультрафиолет тем вот светодиодным на балдашники насадки на фильтра им я не знаю разве что купюры просвечивать можно на их подлинность и все больше никакой эффективности тот светодиодный на балдашнический ультрафиолет он он вообще не эффективен здесь же как я уже сказал лампа причем причем друзья вот вы немножко если назад об отмотаете на упаковке написано что 10 ватт фильтр и 880 литров в час сам фильтр 800 литров в час и нет на упаковке 13 ватт написано сам фильтр 10 ватт и 800 литров в час закрадываются у меня подозрения что я когда-то очень лопухнулся и купил фильтр без одной губки еще и не тот что должен быть но не суть суть в том что этот вот катафалки его так назову он максимально меня устраивает все в нем вот все практически обжёвано уже было мною обсмотрено затестировано в разных условиях и он всегда отрабатывает на отлично сам фильтр он у нас идет секционный в нем в принципе вот эти вот кассеты они могут наращиваться их количество можно убавить внутри находится крупнопористая губка интересный вот такой вот конфигурации замочной скважины какой-то причем губка я повторюсь она была одна здесь их должно было быть две возможно в магазине где я покупал ее заюзали для своих каких-то целей но не суть это уже был давным давно уже и магазин того нет где я покупал поэтому работаем с тем что есть к тому же друзья но он опять-таки меня устраивает по максимуму если был бы сейчас такой бы еще фильтр я бы скорее всего посоветовал бы купить его вам почему потому что это не просто фильтр в нем есть ультрафиолет что такое ультрафиолет ультрафиолет это ваш помощник ваш стражник на моменте запуска аквариума почему потому что на моменте запуска аквариума система еще не стабилизировалась и возможны вспышки водорослей то тут то там и благодаря ультрафиолет у который находится в недрах этого фильтра у вас вода которая проходит через этот фильтр она стерилизуется то есть все споры водорослей бактерии какие-то они уничтожаются и у вас водоросли нет конечно они у вас не сдохнут те которые есть но они по крайней мере замедляться в распространении по аквариуму плюсом ко всему если у вас рыба чем-то болеет ультрафиолетовый фильтр вам тоже будет в помощь да друзья да здесь кстати сказать присоски они наглухо вмонтированы они уже огромное количество лет провели в воде уже я не знаю сколько тонн воды они поменяли увидели и они все еще мягкие они все еще липнут присасываются как прям щупальца кальмара или осьминога какого-то да сам фильтр он сделал максимально продумано сама лампа ультрафиолетовая она съемная находится в силиконке то есть просиликонено все это можно достать лампу поменять причем на лампе 4 аж идет усика непонятно зачем они там 4 нужны если вы знаете напишите об этом в комментарии но два из них то есть из 4 на одной стороне они не используются то есть еще раз хочу сказать что максимально все защищено от попадания влаги шнур он неимоверно он во-первых круглый то есть таких шнуров я нигде не видал нет видал я на каких-то супер сверх мажористых аксессуарах приборах оборудования для аквариумов но вот простой китай да никогда там не было такого качественного шнура здесь кстати вот и маркировка лампа указано что это ультрафиолет трехватный да конечно чем больше мощность лампы тем эффективнее происходит стерилизующая деятельность но как показывает опыт и даже 3 ватт друзья хватает чтобы в 120 литрах за три дня зазеленевшую воду изничтожить то есть зеленая вода этой вгленно зеленая там планица вот за три дня вода из вот прям непроблудной тьмы какой-то становится кристально прозрачный ну и плюсом ко всему вы получаете да я уже забежал вперед идеальную просто как слезла младенца воду в аквариуме она реально кристально чистая становится что по самому фильтру он абсолютно бесшумный друзья вот вот вообще он никаких звуков не издает кажется что он не работает совершенно но на самом деле он максимально просто тихий но конечно есть и недостатки в этой зверь машине во первых это отсутствие регулировки 800 литров в час это больше ста литров аквариум может принять такой фильтр соответственно если более мелкий объем хочу засунуть у меня будет просто там суп компот какой-то непонятный поэтому я отверстие выходное заткнул куском пенопласта но вы там видели может быть фрагмент дальше друзья сам объем фильтрующего материала его колоссально мало его вот прям его по мизеру по минималке идет то есть однозначно что такое фильтрующий материал объем такого фильтрующего материала если у вас много рыбы она много гадит его однозначно не хватит дальше друзья здесь кстати сказать у этого фильтра идет отдельный блок включения ультрафиолета то есть он работает не всегда еще одно неоспоримое преимущество то есть вы когда хотите у вас просто работает фильтр вдруг увидели что у вас началось зазеленение воды к примеру или рыбка захворала вы включили потом когда нужно выключили сразу хочу сказать что за все вот эти годы эксплуатации этого фильтра я ни разу не менял ультрафиолетовую лампу да друзья вообще ни разу я ее не менял при всем при этом она вот вот даже буквально у меня несколько месяцев назад был аквариум с зазеленением фильтр справился все те же внутри 4 дня я не знаю что здесь за магия я не знаю какая сила волшебства здесь используется но однозначно что китайские приспособления могут удивлять это касается у меня есть еще фито прожектора которые без перерыва светят уже лет 8 наверное или 10 вообще они светят и и не перегорают без перерыва друзья в это сложно поверить но это так и вот вот этот вот самый фильтр тоже но он уже у меня и множество проектов повидал и множество условий поменял он все равно выполняет свою функцию и стерилизационную и фильтрующую на этом все друзья я надеюсь что это видео было для вас полезным напишите в комментариях какой ваш фильтр самый любимый с вами был аквамин увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья